Я хочу рассказать вам о возможностях лечения ВЭП-синдрома с помощью инъекции ботулинического токсина типа А. Для начала стоит сказать о том, что хирургическое лечение все еще остается основным в рамках комплексного и комбинированного лечения больных рака молочной железы. И традиционно выполняется либо регионарная лимфодисекция, либо биопсиста ржевого лимфатического узла. Если мы говорим о регионарной лимфодисекции, это такой, на наш взгляд, у больных ранним раком молочной железы, это такой old school, который приводит к большому количеству послеоперационных осложнений, очень сильно снижает качество жизни наших больных. Соответственно, в ходе данной процедуры может возникнуть повреждение основных нервных волокон. Если говорить о биопсисте ржевого лимфатического узла, основная его концепция – это выделение единственного и первого на пути лимфотока ржевого лимфоузла. Как полагается, данная процедура должна снизить количество осложнений, и благодаря данной процедуре должно улучшиться качество жизни наших больных. Но, несмотря на это, биопсист ржевого лимфоузла также может привести к ряду послеоперационных осложнений и нежелательных явлений. Их, на самом деле, огромное количество, начиная от адгезивного капсулита, заканчивая лимфодемой. Но сегодня хотелось бы рассказать вам о синдроме подмышечной сети, о веб-синдроме, который достаточно неизвестный среди онкологов, в принципе, среди врачей. На него очень мало обращают внимания, и, как правило, считается, что данный синдром должен пройти сам. Но, согласно данным многих исследований, даже этот синдром очень сильно улучшает качество жизни наших больных. В связи с этим, давайте рассмотрим, что же такое веб-синдром. Это возникновение плотных тяжей в области хирургического вмешательства на зонах регионального лимфотока. Как правило, он возникает через 1-2 недели после хирургического вмешательства, будь то лимфодисекция, будь то биопсист рожевого лимфоузла. Также зафиксировано и более осроченное возникновение данного осложнения. Это через 3-6, даже через год после хирургического вмешательства. Данный тяж, как правило, начинается от латеральной части грудной стенки, далее продолжается через подмышечную область и переходит на внутреннюю поверхность плеча и может заканчиваться вплоть до максимальных фалангов пальцев. Впервые данное осложнение описал в 2001 году Александр Московиц и соавторы. До настоящего времени этиология данного синдрома неизвестна. Как правило, это пациенты после хирургического вмешательства в подмышечной области, достаточно высокая частота возникновения. Естественно, она выше при акселярной лимфодисекции, значительно ниже при биопсист рожевого лимфоузла. Тем не менее, данная процедура не исключает возникновение данного осложнения. Лечения как такового специфического нет. Многие пытаются лечить данное осложнение с помощью физиотерапии, лечебной гимнастики, применение нестероидных противовоспалительных средств, ультразвуковая терапия. Кстати, описан даже однажды клинический случай возникновения веб-синдрома у игрока в сквош. Основной патогенез, на который ссылаются многие авторы, это повреждение лимфатических сосудов во время операции, их облитерация, стастромбоз, воспаление и адгезия окружающих структур непосредственно к лимфатическим тяжам. Все эти выводы сделаны из того заключения, что, как правило, ход тяжа соответствует ходу медиальных лимфатических сосудов руки. Соответственно, концепция, на которой мы основывались для лечения, это использование ботулинического токсина типа А. И два основных момента. Это либо влияние как на мышечные структуры, так как лимфатические сосуды также имеют слои мышечных клеток, на которые можно воздействовать с помощью неоксиданного препарата. И, с другой стороны, это влияние на рубцовую ткань. Так как, конечно же, это все оффлэйбл, в нашем институте зарегистрирован протокол клинического исследования, но существует большое количество исследований, подтверждающих улучшение качества рубцовой ткани, особенно килоидных рубцов, путем ингибирования, пролиферации фибробластов, дальнейшем ингибировании и дифференцировке фибробластов и снижение количества матричного РНК, альфа-блокомышленного актина, белка, миофибробластов. Соответственно, все это нас подтолкнуло к возможностям лечения данного заболевания. Каким образом? В нашем институте зарегистрирован патент на лечение данного заболевания с помощью инъекции инкоботулотоксина. Как правило, используем 100 единиц инкоботулотоксина. Все зависит от того, какой длины тяж возникает у пациента. Либо это тяж, начинающийся от латеральной грудной стенки и заканчивающийся с плоской кисти, либо это достаточно короткий тяж. В зависимости от этого будет варьировать количество процедур, необходимых для реализации лечения. Соответственно, введение проводится в три точки. Первая точка – это точка крепления тяжа к латеральной стороне грудной стенки. Вторая точка – это переход тяжа на внутреннюю поверхность плеча. И третья точка – это середина расстояния между внутренней поверхностью плеча и латеральной стороной грудной стенки. Также мы выполняем это все обязательно под ультразвуковым контролем с помощью фортативного датчика для того, чтобы дифференцировать основные сосуды, проходящие в данной области. И разрешите представить вам несколько клинических примеров. Пациентка 38 лет в состоянии послехирургического лечения по поводу рака правой молочной железы 2-го стадии. На 20-е сутки послехирургического лечения в объеме двусторонней кожесохранной мастектомии с одномоментной реконструкцией с силиконовыми эндопротезами выявлено развитие веб-синдрома. Длина тяжа соответствовала от латеральной стороны грудной стенки до запястья. Достаточно длинный тяж был и максимальный угол отведения соответствовал 90 градусов. Болевой синдром по визуально-аналоговой шкале был 7 баллов. Соответственно, так выглядела пациентка до введения. Было введено 90 единиц инкоботулотоксина в 3 точки, как бы указывалось раньше. Здесь можете видеть вид пациентки через 14 дней после введения. Пациентка практически полностью поднимала верхнюю конечность. На данном слайде представлено видео, к сожалению, в фотографиях не видно, тяж остается. Но, тем не менее, эластичность и подвижность верхней конечности, на наш взгляд, достаточно хорошая. Разрешите представить еще один клинический пример. Пациентка возрастная, 76 лет. Хотелось бы представить, как именно на седьмые сутки после введения инкоботулотоксина мы понимаем, что эффект полностью не достигнут. Так выглядела пациентка на момент возникновения тяжа. И угол отведения руки соответствовал 90 градусов. Тяж был достаточно длинный. Через 7 дней максимальный угол отведения составлял 125 градусов. А пациентка через 7 дней уже начала поднимать верхнюю конечность. И еще один клинический пример. Пациентка 35 лет, также в состоянии постсхирургического лечения, в объеме радикальной массы в том месте, момент на реконструкции тканевым экспандером. На 36-е сутки возникновение тяжа, угол отведения максимально в 90 градусов. На данном видео представлено также состояние пациентки до введения этого максимального уровня, до которого пациентка могла поднять верхнюю конечность. И, соответственно, болевой синдром 8 баллов по визуально-аналоговой шкале. После инъекции на данном видео представлен вид пациентки. На 14-е сутки после введения ботулинического токсина, соответственно, практически полное поднятие руки. И значительное снижение, конечно же, болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале. Спасибо большое за внимание. И хотелось бы поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить и за возможность представить наши результаты исследований.